Друзья мои, стелс 600 Динлик. Наша сегодняшняя задача поменять шаровую опору. Вернее, шаровые опоры. Верхние. Пока юный райдер снимает верхний рычаг, расскажу вам про нюансы. Нижние шаровые мы поменяли примерно 4 года назад. Я об этом вам уже рассказывал. Поставили вот такие от Nissan и Micro. Сегодня будем ставить такие же наверх. Есть нюансы, друзья мои. Вот родная шаровая. Верхняя, нижняя. Не важно. Она крайне ненадежная. Ходит сезон. Ну, может быть, там полтора. У кого-то два. И все. Ее можно менять. Ну, автомобильные шаровые рекламировать не надо. Понятное дело, они надежнее. Вот за 4 года у нас с нижними ничего не произошло. Все четенько. Ссылочку оставлю в описании к этому материалу, как мы это делали. Так, какие нюансы? Диаметр тела родной шаровой опоры 32 миллиметра. Nissan 35. Вот за многие годы владения квадроциклом мне не удалось найти какой-либо автомобильной шаровой опоры, чтобы она была прям вот 32 миллиметра. Но нет ничего невозможного. Нужно приобрести вот такую коронку по металлу диаметром 32 миллиметра. Вот эти усики. Ну, вернее, этот промежуток и разрезать, как вот у меня разрезано болгарочкой. И потом их немножечко расширить до... Прямо пассатижиками берете и отгинаете где-то до 34,8-34,9. И рассверливаете посадочное место. В случае с нижней шаровой опорой это кулак. Там есть специальное отверстие под шаровую. В случае с верхней шаровой нужно снять верхний рычаг и тоже вот сегодня мы это будем делать. Рассверлим. Мы справа уже сделали. Удачно. Вот теперь делаем слева. Так. Ничего сложного, друзья мои. Все это дело мне обошлось. Шаровая опора 300... 330. Головка, по-моему, рублей 200. И вот держатель под головку тоже что-то 150 рублей. Ну и патрон для дрели у меня свой. Все. Сейчас все покажу. А, напильник еще понадобится. Стопорное кольцо. Шплинт идет в комплекте. С новой шаровой опорой. В общем-то все предсказуемо. Все четенько будет у нас. Если вы смотрите этот ролик, у нас все получилось. И мы поехали на классные покатушки. Так, Никит, ну что там? Снимай уже его. Там три точки крепления. К кулаку, к амортизатору, ну и к раме, к раме квадроцикла. Кто вы? Вы с моровой. А почему мы должны вдвоем? А кто настоялся с Андрюшкой? Нарывался. Так, ребят, засвет сорян. Какая-то там авария на подстанции, поэтому фонариком светим. Вот такой съемник я использовал для правой шаровой опоры, верхней. Ну, то же самое для левой. Тут ничего сложного. Только уже Никита все раскрутил. Ну ладно. Сейчас мы аккуратненько ее выбьем. Все. Так. Снято. Снят рычаг. Сейчас снимем шаровую. Пыльчик порвался. Ну, ничего страшного. Нам она, в принципе, не нужна. Вон, смотрите, какая. Так, Никит, тихо. Тихо. Ну все, конец ей, в общем. Так. Работаем? Так. Сивилизованная это аккуратно? Сивилизованная это аккуратно, совершенно верно. Вот она у нас. Так, шаровая опора выбивается вниз, а запрессовываться будет как раз отсюда. И стопорное колечко будет вот там, снизу. Это тоже нюанс. Так, давай, Никось. Ура! Давай ее сюда. Так, друзья, вот родная шаровая опора, которая нам больше не пригодится. Ну, вообще, все, никакая. Итак, друзья мои, давайте начнем операцию по рассверливанию посадочного отверстия в рычаге под шаровую опору от Nissan Micro. Итак, берем 32-ю коронку, зажимаем ее в коронка-держатель, а коронка-держатель вот таким образом в патрон. В патрон дрели, перфоратора, но на режиме дрели мы будем работать. Так, вот в коронке технологическое отверстие. Болгарочкой вот такой пропил делаем. Потом берем пассатижики, круглогубцы, кусачки, неважно. И чуть-чуть вот так вот отгинаем вторую. То же самое отгинаем на кончике. Делаем так, чтобы было по штангену 34,9. 34,8. Да неважно, вот примерно так. Так, смотрим. 34,83. Отлично вообще, друзья мои. Главное не 35, потому что если сильно рассверлим, шаровая просто проскочит. Самое главное не переусердствовать. Все, все готово. Начинаем. Так, смотрите, здесь очень важный нюанс. Я убираю коронку из коронка держателя, потому что вот так, видите, мы никак не сможем рассверлить. То есть надо снять коронку. И с обратной стороны, так как она 32, она легко сюда залезает. Все, мы ее закручиваем в коронка держатель. Токарь из меня, конечно, еще тот. Вот так. Сейчас токарь, наверное, смотрит. Такие, господи, что он делает, друзья мои. Это четвертая шаровая опора, поэтому я знаю, что делаю. Все будет хорошо. Так. Видно ли будет нашим зрителям? Давайте вот так подальше. Чтобы вы понимали, как это все работает. Работает это не сложно. Никита Александрович, шприц, пожалуйста, приготовьте. Шприц у нас с отработочкой. И смотрите, друзья мои, мы сверлить будем, ну как бы вести коронку изнутри наружу. То есть вот так я буду делать. Вот так. Аккуратненько. Никуда не торопимся. Постоянно подливаем масло. Сейчас будет очень много стружки. Ну, ничего страшного. Опять же говорю, просто аккуратненько, не торопясь. Начинаем ее рассверливать. Понадобится, ну, выйдут потом коронку. Да, она выйдет у вас. Усики сожмутся. Там 34,9 даже пахнуть не будет. Опять их нужно будет разжать. Опять зажать. Еще раз пройти. И так 2-3 раза, 2-3-4 раза. До тех пор, пока шаровая у нас не будет, ну, с легким натугом. Потугом. В общем, легко и в то же время не очень туго заходить в рычаг. Так, поехали? Давай. Все, отлично. Пока все. Как захватилось? Видите? Пошла стружка. Ни в коем случае не давим. Очень нежно и аккуратно. Для того, чтобы не повредить рычаг. Выдавливай, выдавливай. Еще. Не выдавливай. Не, я не вижу смазки. Ага, отлично. Так, вышло. Обратно вряд ли зайдет. Поэтому я обычно использую вот такой. Дай мне тряпочку, Никась. Вот она в зале, да. Она у нас в смазке, поэтому вынимаем ее из перфоратора, чтобы удобно было работать. Откручиваем. Процесс не быстро, но я говорю, в полчаса можно уложиться легко. Откручиваем, скручиваем. Вкручиваем. Смотрим, сколько там у нас. Тридцать четыре, девять. Тридцать четыре, девяносто пять. Нормально. Тридцать четыре, девяносто четыре. Нормально. Тридцать четыре, пятьдесят семь. Значит, усики сжались. Что мы делаем? Просто их чуть-чуть разгиб... Блин, какая она тугая вообще. Разгибаем. Чуть-чуть разгибаем. Раз. Чуть-чуть разгибаем. Два. Море волнуется. Три. Ну-ка, тридцать четыре и девять. Замри. Так, подожди. Надо обнулить. Зачем он же нормально? Ничего подобного. Надо всегда обнулять. У нас тут... Тридцать четыре, девяносто... Так, ну-ка. Нет, неправильно. Смотрим. Тридцать пять, ноль семь. А, нет. Не-не-не. Стоп. Тридцать четыре. Да что такое-то? Тридцать четыре, восемьдесят четыре. Нормально. Так, снова коронку отсюда. Накручиваем. Недорогаемся, Никит. Так. Давайте уже шаровую брать. Так, она у нас будет стоять вот сюда, да? Значит, оттуда. Пыльник надо снять. Кстати, очень сложно потом одевается пыльник. Это какое-то мучение. Просто ужас. Но мы его посадим на пластиковый хомут, если все будет так же, как и с первой шаровой. Очень сложно. Так, вам не порвать пыльник. Пыльник надо демонтировать. Так, все, демонтировали. Так, смотрим. Нет, еще далеко. Еще не влезает. Даже юбка еще не влезает. Поэтому спокойненько работаем дальше. Хорошо. Хорошо. Так. Так. так стопорное колечко ну да нет как нельзя делать зрителям должно быть видно все кернер где ничего а кернер дай-ка надо его убедиться надо убедиться во всем давай сюда стопорное кольцо подвинем все четко стоит так друзья мои это еще не всем надо одеть пыльник и немножечко средств буквально сантиметр с кончика опоры потому что если этого не сделать то она немного длинней штатный и будет этот сантиметр за пыльник шруса задевать поэтому друзья мои нам пригодится болгарка не только в туалете еще и будет какая-нибудь химическая отрава так так друзья мои камнями меня не надо кидать вы сначала этот nissan вский хомут попробуйте сами одеть а потом уже будете говорить а потом уже можете кидать камнями это какой-то кошмар поэтому я вот такими пользуюсь идеально держит мы это сделали обратно там три точки крепления 6 фигня нити так ну гаечка легко но все равно резьбу надо подработать а так все у нас прям все шикарненько ура ниссановки и шуровые так но все в принципе да гайка нормально налезает накручивается отлично так все ставим обратно все друзья вот таким образом давайте покажу поближе у нас теперь ниссановские шаровые все четенько стопорное кольцо становится кстати когда в кулаке нижнюю шаровую ставишь у меня не получилось захлопнуть сразу стопорное кольцо пришлось старушка шарошкой в рычаге немного там поработать тогда но зашло а так все четенько ставим на место и так друзья поставили обратно рычаг смотрим высоту хвостика вернее его длину за шрус за пыльник шруса не задевает все в порядке не стал сверлить отверстие под шплинт на следующей неделе поставлю гайки с пластиком так все у нас 4 ниссановские шаровые две верхние две нижние все отлично одни из них 4 года отработали я думаю верхние еще больше отработают закрепили к раме закрепили к амортизатору кстати амортизаторы у нас нивовские как сделать переделать родные на нивовские смотрите в описании к этому ролику будет ссылка так у нас наконечники и внутренние и внешние на рулевых тягах тоже от автомобиля по моему опель тяги сделали у токаря по моему две обошлись что-то там рублей в 600 что ли ну в общем то друзья мои тяги тоже стоят пару лет как это сделать в описании к ролику вообще ничего сложного нет и соответственно от родных мы уходим навсегда и подвеска наша в порядке так что у нас еще ну вынос радиатора понятное дело сами сделали тоже как его сделать оставлю ссылку в описании к ролику и много чего по 600 ки оставлю в описании к этому ролику спасибо за внимание критикуйте комментируйте делитесь своими делитесь своими своим опытом о том что поставили вы если же конечно это не родные опоры что служит вам верой и правдой долгие годы нам очень интересно правда да все прощаемся спасибо за внимание будьте здоровы удачных вам покатушек пока что и и и и и и и Продолжение следует...